Твои комментарии по сегодняшнему матчу проиграли 0-2. Что можешь сказать? Ты даже не знаешь, что сказать, но проиграли по делу. За всех говорить не буду, это неправильно отвечать за всех. Просто за себя скажу со своей стороны. Да, первый гол Маяшик заработал пенальти. Буду работать дальше над своими какими-то вещами, которые нужно сейчас исправлять, улучшать. Для этого есть споры, для этого есть игры контрольные. Поэтому будем работать над этим. Насколько тяжело подстраиваться под новые требования, которые предъявляют главным тренером? Тяжело настолько, насколько еще неукомплектован состав. Каждая игра, большие изменения, ротации по 5 человек. Сразу новых приезжает, сразу играют. Все в совершенно разных кондициях. Поэтому как-то тяжело пока даже его требования выполнять. Поэтому думаю, скорее бы начался второй сбор, когда уже будет костяк так сформирован. Ну, не буду еще раз, не хочу просто про тех людей говорить. Хочу именно с нашей стороны, как-то от себя начинать, как-то ответственность за свою игру нести. А за людей, ну, это деструктивно, можно сказать. Поэтому со своей стороны я знаю, над чем работать и будем работать. Ну, и все позитивно. То есть пока можно так немножко спокойно отнестись к результатам первого сбора, потому что много просмотровок. Ну, да. По-другому не знаю, что еще можно тут. Как в целом, вот первая неделя сбора прошла, уже 10 дней у нас позади. С новым тренером ты работаешь? Ну, еще раз отмечу позитивно. Есть требования, которые он прививает команде, каждому игроку, каждому в звеньях, там, в эшелонах, как говорится. Очень вижу, что если мы возьмем на веру, и будет каждый выполнять то, что от него требуется, принесет результат. Поэтому главное верить. Всегда было, есть и будет. Вера – это большое дело. И выполнять с верой в то, что… с верой в хорошие результаты в будущем. Насколько физические нагрузки мешать сейчас показывать тот футбол, который хотелось бы, скажем так? Ну, физические нагрузки они должны быть, потому что мы закладываем базу, и этот сезон, как мы проведем сезон, все зависит от того, как мы здесь поработаем на сборах. Поэтому это нормально, что мы ощущаем какое-то давление, может, какие-то из зоны комфорта выходим. Без этого роста не будет. Потому что это нормально. Не совсем у нас пока получается в атакующих действиях. Как ты считаешь, почему? Пока в Турцию мы еще ни разу не забили. Понятное дело, что не совсем к тебе вопрос, но тем не менее. Еще раз повторюсь, потому что много людей. Приезжает реально много людей именно в атакующую линию, в атакующие линии, фланговые, под нападающие, нападающие на наши. Но все равно вот эта связующая линия полузащиты, реально много людей приезжает. Так по защите еще более-менее все как-то сформировано. Мы играем, там почти никто не добавляется. Линия полузащиты, каждая игра, каждый тайм, можно сказать, меняется. Поэтому тяжело найти взаимосвязь за эту маленькую неделю. Поэтому вот и получается, что не можем создать остроты какой-то у ворот соперников. Но будет, острота будет.